Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается недельная глава Мишпатим. Большая глава, мы не все успели. Давайте коротко, что мы не успели из таких важных вещей. Первое. Как любое действие, предписанное Торой, наше любое пожертвование имеет в своем назначении именно духовное возвышение. Когда мы что-то даем, мы поднимаемся. Поэтому так много говорится об этом. Вообще из этого исходит мораль какая? Исполняя законы Торы, мы делаем бесценное одолжение самому себе. Ну, что еще можно сказать? Надо вдуматься в слова сына Раби Скотска, Раби Давида, который сказал следующие слова. Надо рассматривать моральные, относящиеся к духовности, к Торе ценности, как монету в собственном бизнесе. То есть вот в том духовном бизнесе, который мы ведем. Что еще здесь интересного? Описывая ковчег, который очень подробно описывается в этой недельной главе, он всегда выражается не целыми числами. Это намек на то, говорят мудрецы, что изучающий Торы должен, ну, как бы надо победить себе вот это всевидение, всепонимание, всегордыню такую. Не считать себя совершенным. Примерно 130 лет назад молодой гений такой был, Садока Коэн, излюбленный, он приехал к Равину Львова. Это была такая серьезная должность. И это был Равин Орнштейн такой. И чтобы побеседовать на темы Торы и так далее, и Рав Орнштейн своему гостю спросил, говорит, как я слышал, молодой человек, вы знаете весь Талмуд? Тот говорит, нет, только половину. А какую? Он говорит, любую, какую угодно вашему уважаемому Раву. То есть, практически вывод очень простой. Всякий раз оценивая свои знания, свое понимание Торы, надо понимать, что ты дошел лишь до половины. Каждый год это все меняется. Балшем Тов объяснял сказанное царем Давидом. Тора Всевышнего цельно. Слова Тигили. Он говорил, что это от того, что еще никто к ней по-настоящему не прикоснулся. Очень важен положительный настрой, чтобы все, чтобы обязательно все время, постоянно ничего не бояться, ничего. Каждый раз, потому что написано, что ты боишься, только к тебе притягиваешь. Поэтому надо меньше думать об этом. Надо понимать, что месяц такой замечательный, что можно все перекроить. Тем более, если сейчас первый шаббат этого месяца. Расскажу короткую притчу. Еврей в родине. Отошел от общины, испортился. Открыл в шаббат винный магазин. Услышал об этом Хафицхайм. И просто в ужас пришел. Он пригласил его к себе. Говорит, как, что? Он говорит, рэбой, ничего не могу сделать. Не хватает прибыли, чтобы прокормить семью. Хафицхайм говорит, у меня есть более простое для тебя решение. Он говорит, какое, рэбой, расскажите. Он говорит, смотри, в каждой бочке вина встроен кран. И ты вот так открываешь его и наливаешь вино покупателю. Теперь послушай моего совета. Строй два крана в каждую бочку. И ты будешь продавать двое больше. Но торговец смутился. Говорит, почему Раф насмехается надо мной? Он говорит, разве ты не понимаешь, что то же самое количество вина, которое тебе постановлено свыше, продать за шесть дней, ты продаешь за семь. Вот и все. Вдуматься надо в это все. Наши мудрецы учат, что пропитание определено человеку сроша шана на целый год. И Всевышний в точности постановил, сколько денег каждый заработает за это время. Поэтому верующий открывает шесть кранов, то есть работает шесть дней, за которые к нему приходит вся прибыль. А самые хитрые пытаются открыть еще седьмой кран, надеясь, что через этот кран они получат больше доходов, или как бы это сказать, обдурят немножко Бога. Но написано в Кабале, они напрасно стараются. Напротив. Труд всей недели перестает быть благословенным, он уходит в пустую. От работы, исполняемой в шаббат, написано в Кабале, человек никогда не увидит благословения. Эти рассказывают истории об одном еврее из Туниса, который открывал магазин в шаббат и утверждал, что ему не хватает заработка. Ему Равин сказал, что давай на месяц оставим твой магазин закрытым по шаббатам, и в конце месяца сделай подсчет, увидишь, что прибыль не уменьшится. Не так все просто сегодня, но мы знаем одно. Работа в шаббат не приносит прибыли, сказано ни в этом мире, ни в следующем. Тем более такой шаббат, шаббат месяца Адар. Лучше его отметить так, чтобы Богу понравилось и людям. Брахавы от слаха всего самого-самого лучшего.